Былых времен встречаются осколки, не только черепки больших корчак. Стоят в музеях, много ли в них толку? Глаза мозолят, из мерчин витрин торчат. Лишь манускрипты из библейских строк тревожат, пользуются спросом наивысшим. Исследуют те свитки вдоль и поперек, и не считают и йоты, черточки в них лишней. Как отзвук некогда звучавшего глагола, ожившись с тоном, души потрясают. Себя увидишь нищим, весьма больным и голым, чтоб распоясавшуюся, зреть в себе рабсака. Не в ту одежду облекались люди, не тем питались, чем богаты мы. Но души те же, выразимся грубо, в не меньшей мере, так же спятил мир. Бог прерывал пророческую цепь эпохи целая, ни звука, ни словечка. Народ и мир тогда был темен, слеп, греху создать пригороду было нечем. Из прошлого тогда слова пророка выжигли, слова ожившие лупились, сея ужас. Там уже пророк вихлялся, как налим, в свою теорию оправдывал он ту жесть. Святых святые свитки, жатвы поля, гремят от гнева Божия ожившие, и мы главы свои свирением преклоним, поспешно скидывая жалкие пожитки. Музейной редкостью настрой переинащив, иным сойду по каменным ступеням. Слепец становится тогда духовно зрящим, без слова Божия, неистово тупеем. Не обязательно платить музейным стражам, нам только стоит Библию с молитвой открыть. С Христом на вечере доверчиво возляжем, разоблачительство едва смиряя прыть. 7 июля 2009 года.